такой вот есть у меня набор монет 1843 года на 5 монет медных 3 монеты серебряные номиналы как номиналы но вот не выпускались в те времена соответственно 5 и 10 копеечники уже не выпускались поскольку вот если представить что вот это 3 копеечника 5 копеечник какая монета должна быть в какой какой надо иметь карман чтобы она туда поместилась и вот соответственно решили выпускать только в серебряном виде серебряный вариант у медных монет вместе герба вензель николай 1 на серебряных монетах общероссийский герб орел двуглавый орел вот такой вот вот такие вот монеточки на тот на тот год у меня есть хотелось бы вспомнить чем он был хорош этот 1843 год год кота или кролика и говорят рожденным в этот год свойственно были изящество мягкость осторожность расчетливость 58 отличных по наукам и благонравия воспитанников духовных семинарий направлены в горы гердерскую агрономную школу они должны пройти трехгодичный курс обучения что впоследствии стать преподавателями агрономии в семинариях после смерти серафима митрополитом новгородскими санкт-петербургским назначен антоний он надменен презрительно относится к подчиненно держит французских поваров у подъезда его дом стоит швейцар с булавой изданы нормальные чертежи деревянных мостов различной конструкции на каменных и на деревянных быках и устоях с подобным изображением способов сопряжения запасных частей создана 6 отделение его величества канцелярия для рассмотрения вопросов об управлении за кавказе разрешено свободное пароходство по рекам империи первая сельхоз выставка в россии случилась в апреле вышел указ об организации переселения в связи с основанием сибири с 1844 по 1861 год туда переселится по официальным данным 50 тысяч человек обмен всех ассигнаций и депозитных билетов на кредитные билеты вместо 596 миллионов рублей ассигнациями выдано владельцам их 170 миллионов рублей кредитных билетов или серебром для облегчения размена образован металлический фонд в 70 с половиной миллионов рублей с каждым новым выпуском кредитных билетов должен возрастать и разменный фонд составляя не менее третьей номинальной суммы выпущенных в обращении кредитных билетов эмиссионная операция оставлена всецело в руках казны о продлении отпуска офицер должен просить только заранее чтобы ответ пришел до окончания срока отпуска допустивших просрочку подвергают взысканию и не увольняют более вот до особого удостоверения за просрочку более месяца офицера обходят следующим чином при очередном повышении на открывшуюся вакансию у него вычитывают два года выслуги из к пенсии просрочек более четырех месяцев исключается службы с преданием суду при признании просрочки уважительный суду не придают но из армии все равно увольняют за пожалованные ордена награжденные вносят определенную сумму денег от 9 до 240 рублей кроме того при этом платят за предложение к патенту государственной печати изготовление патента в зависимости от чина деньги эти предназначены на пенсии наиболее нуждающимся кавалерам орденов от 40 до тысячи рублей в год после смерти кавалера пенсию год выплачут его наследникам число пенсионеров сравнительно невелико по ордену владимир 1 степени это 600 рублей 10 человек по ордену анны 3 4 степени от 40 до 100 рублей 360 человек более 54 процентов всех имений заложено в сохранных казнах которые дают кредит под недвижимую собственность в среднем задолженность помещиков составляет более 69 рублей с души крепостных и средняя стоимость души не превышает 100 рублей по займам приходится платить огромные проценты 8 декабря вышло из печати последнее полное собрание басен крылова тиражом 12 тысяч экземпляров продаваться станет только после смерти баснописца указом седом и вере предписаны императорские военно-конские заводы со всеми их способами предназначить для улучшения конозаводства в государстве указом 11 марта о нормальном расписании земских случных конюшен в губернии объявлено об учреждении 24 земских случных конюшен в каждой из которых должно стоять по 60 жеребцов производителей первые 9 случных конюшен созданы в этом же году саратовская тамбовская воронежевская харьковская екатеринославская херсонская полтавская могилевская и вологодская в следующем году у них будет числиться около 47 жеребцов и будет покрыт около 12 тысяч кобыл 10 апреля учреждено управление государственным конозаводством она будет руководить государственными конными заводами с лучными земскими конюшнями и мужу поручен надзор за привидением скачек и бегов и назначение призов для них 5 военных конных заводов преобразованы в государственные учреждения штаты по ченковскому конному заводу 17 жеребцов и 200 маток 4 беловодским 29 жеребцов 350 маток тем не менее в мире аннексия республики буров наталь в южной африке бур и потомки европейских в основном голландских колонизаторов основавших в 1652 году карскую колонию захваченную англию в 1806 году коренные обитатели новой зеландии маори начали борьбу с английскими колонизаторами но это ненадолго в лондоне появилась брошюра томаса карлайла пост энд презент там написано у нас нет больше бога божьими законами является только один принцип принцип наивозможного большего счастья мы получили новый ад адом является для современного англичанин сознание что он не пробьется что он не заработает денег русские за границу осенью заехав ненадолго в петербург баратынский с женой и тремя детьми отправился за границу через германию и они при проедут в париж и останутся там на зиму гагарин иван сергеевич дипломат оставил россию перешел в католичество и стал иезуитом тем временем билинский сблизился летом москве с классной дамы одного из московских институтов в том же году ставший его женой билинский худощапс в палой груди всегда понурой головой одна лопатка заметно выдается голос слаб с хрипотцой перед незнакомыми людьми легко рабеет и теряется бутаков в этом году и следующем году в отечественных записках будет описывать свое кругоцветное путешествие у герсона в августе неожиданно заболел старший сын достоевский федор михайлович окончил офицерские классы инженерного училища получил место в инженерном ведомстве он ненадолго останется на службе и скоро выйдет в отставку жить он все время будет очень бедный иногда получая из дома довольно значительные суммы деньги очень быстро эти деньги у него будут расходиться каратыгин 26 октября на сцене александрийского театра впервые представлен бенефис каратыгина булочный или петербургский немец на следующий день спектакль запрещен оказалось что в одном из куплетов поется сам частный пристав забирает здесь булки хлеб и сухари частный пристав василевской части в которой действие действие происходит обиделся решив что забирает значит берет бесплатный и обратился с жалобой к уверполитсмейстерку кошкину тот доложил об этом министр внутренней недели льву алексеевичу перовскому и это вызвало запрещение лазарев произведен в полные адмиралы литки произведен в вице-адмирал пушкин лс женился на елизавете александре загряжской дочь через имбирского губернатора у них будет двое детей анатолий и ольга пушкина нн серьезно болеет и по предписанию врачи уезжает летом в ревель на лечение медендорф база экспедиции медендорфа организована в селе коренном филипповском расположены в тундре на реке баганида в мае медендорф в сопровождении топографа ваганова двух казаков переводчика и охотников самоедов выехал на оленях на север к реке верхняя таймыра бранд и фурманов остались в богданиде для введения стационарных наблюдений в июле на самодельной лодке экспедиция спустится вниз по реке до таймырского озера и оттуда по нижней таймырке опустится до карского моря они достигли ее 11 августа льды не позволяли обследовать побережье решили возвращаться на юг запасы подовольствие иссякли наступили морозы к озеру вышли 23 августа силы оставили медендорфа и он не смог двигаться дальше экспедиционная лодка затонула еще он раздавлен льдами разделив остатки естественных припасов медендорф отправил своих спутников искать ненцев ждавших экспедицию южнее сам остался в тундре 20 дней он провел один 9 октября больного медендорфа привезли на базу экспедиции Северцов поступил в московский университет на математическое отделение философского факультета где в то же время преподавали все естественные науки скоро он станет любимым учеником профессора залоги рулье курс физической географии вел спаский серяков выучившись грамоте в 7 лет претерпел все трудности егоречка антонийской выучки в солдатской службе за отличие грамотно сделан писарем департамента военных поселян начальство заметит его дар к рисованию через два года определит в топографы Сеченов Ивану Сеченову было 10 умер его отец и воспитание перешло в руки матери бывшей крепостной в 14 лет Сеченов уехал в Петербург где поступил в главное инженерное училище Унковский Алексей Михайлович получивший первоначальное образование в московском дворянском институте переведен в садско-сельский лицей Федотов Павел Андреевич за необычайно похожие портреты получил покровительство великого князя Михаила Павловича С одобрением Брюлова Федотов поступил на службу и поступил в Академию художеств Здесь под руководством ЗАО и Эрвейда он будет заниматься батальной живописью Но вскоре под влиянием Брюлова отдастся жанру языков, вернулся на родину В этом году родятся Алексеев Евгений Иванович, будущий адмирал Аннинский, Николай Федорович, будущий экономист-публицист Анучин Дмитрий Николаевич, в Петербурге третий сын в семье основного офицера, будущий географ, антрополог, этнограф, археолог и общественный деятель Берс Елизавета Андреевна, дочь Любови Александра Берс, урожденной Иславиной Веселовский Алексей Николаевич, будущий литератровед, профессор Московского университета Голенищев Кутузов Арсений Аркадьевич, будущий поэт Засадимский Павел Владимирович, будущий писатель-народник Зернов Владимир Николаевич, будущий анатом Паренцов Петр Дмитриевич, будущий генерал Плевака Федор Никифорович, будущий адвокат, судебный оратор Сазонов Николай Федорович, будущий артист Скобелев Михаил Дмитриевич, будущий генерал инфантерии Таганцев Николай Степанович, будущий юрист, сенатор, член госсовета Тимирязев Климент Аркадьевич, будущий ученый, естественный питатель Один из выположников Русской научной школы физиологии растений Профессор Петровского сельхозакадемии Успенский Глеб Иванович, в городе Туле, сын секретаря казенной палати, будущий писатель Утина Евгений Исаакович, брат Утина, будущий адвокат, критик, публицист Цветаев Иван Владимирович, будущий ученый, создатель первой и первый директор Музея здешних искусств в Москве Так, что у нас еще было в это же время за границей 20 января во время Первой англо-афганской войны Освобожденный британцами и ссылками в Лухьяне Эмир Афганистан Дос Мухаммед был торжественно встречен в Лахоре и направился в Кабул 14 марта свергнут президент Гаити Жан-Пьер Буайе Власть на 4 дня перешла к временному государству секретарю Андре Пелье А затем к временному народному комитету Порта Пренса В стране на 2 недели установилось многовластие 4 апреля в республике Гаити власть на год перешла к временному правительству Во главе с Жаном Христовым Имбером 13 апреля в Нью-Йорке основана еврейская организация Найбрид С 1843 года ассигнациям бумажные деньги были заменены кредитными билетами Обеспеченными серебром Устанавливаемая денежная система стала стабильной до самой Крымской войны Также это стало окончанием денежной реформы Проведенным министром финансов Конкрином Что оказало благотворное влияние на экономику страны 15 ноября захват крепости Гербебиль войсками Шамиля в ходе Кавказской войны 30 декабря принята новая конституция республики Гаити Шотландский физик Александр Баин продемонстрировал первую примитивную факс-машину Позволяющую передать изображения по проводам В этот год также родились 3 ноября Вильгельн Гольдбаум Австрийский и немецкий публицист, юрист, переводчик, редактор 30 марта Константин Михайлович Станюкович, русский писатель 15 июня Эдвард Грик, норвежский композитор 2 июля Антонио Габриола, итальянский философ, социалист, основатель итальянского марксизма 8 июля Гильденбранд Герман Христиан, прибалтийский историк 20 сентября Николай Александрович, наследник, цесаревич, великий князь 29 сентября Скобелев Михаил Дмитриевич, русский военачальник Ну что ж, вот такие у нас события произошли в том далеком 1843 году в России и за рубежом На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok